Он много времени потратил. Прошу. Здравствуйте. Мы делаем проект Overseas Management для упрощения культурной торговли и позволяем выйти новичкам на международный уровень с товарами или услугами, экспортерам, либо экспортерам. Проект находится в стадии тестирования и сейчас проводится... Есть предзаказы, тестируем на реальных пользователях, на реальных украинских компонентах. Проблема, которую мы решаем, это проблема отсутствия навыков международной торговли, то бишь не знаю, где найти, как привезти, сколько будет стоить в моей стране, где мне найти моего клиента, как сделать ему грамотное приложение и так далее. На данный момент реализован функционал, это калькулятор, который позволяет просчитывать себестоимость страны на значение. Импорт, где пользователь заполняет карточку. И мы сканируем ведущие маркетплейсы. Это источники, подружаем ему поставщиков, также подружаем ему партнеров. Он с ними общается с помощью нашего сервиса. Основные конкуренты – это производители софта для век, и партикуляторы, и B2B. В Украине у нас есть... Наши основные клиенты – это средний, мелкий бизнес, но как бы система имеет смысл, когда она считает из страны в страну, то бишь, когда она подтягивает все данные из любой точки. Мы ориентируемся именно на международном платформе. Наша система монетизации мы рассчитываем на платную подписку ежемесячную до 50 долларов в месяц, на данный момент, так как есть базовый функционал, без аналитики и без инструментов для профессионалов, а также офлайн-услуги для продвижения товаров с рубежа, такие как маркетинговые инструменты и интернет-продвижения. Мы рассчитываем выйти на безубыточных за 12 месяцев. Наша команда, и нам нужно 220 тысяч долларов для того, чтобы сделать этот сервис для государственных стран. Замечательно. Самый быстрый конкретный доклад. Первый вопрос. Александр Старуровкан. Может, прослушал, а что сейчас? Есть уже какие-то продажи? Сейчас есть предзаказы, мы еще официально не продаем, но у нас уже больше 20 клиентов, которые уже сейчас, они просто как реально тестируют на своих собственных продуктах. Это украинские первые в основном экспортеры. Следующий вопрос. То есть у вас подписка 50, а почему вы прилегаете к новым пользователям? То есть почему вам хватает с привлечения, как-то платящие в компании? Мы еще не, так как мы сейчас только в предпродаже, тестирование, мы еще не, у нас нет в этом. То есть вы как-то планируете свой маркетинг? Ну, конечно, у нас будет интернет-продвижение, также у нас планированный телемаркетинг. В принципе, оно хватает. Смотрите, клиент с каким продуктом должен быть? Для кого? Экспортеров чего? Ну, экспортеры – это малый и средний бизнес, например. Какой у них продукт? Тот, который производит или хотят продавать. Например, это может быть и мебель, это может быть и там, и услуги разработки там, и все что. Вот эти 20, это кто? А вот эти, которые сейчас, это в основном производители мебель, продукты питания, изделия из металла. Также сейчас работаем с компанией «Аквародос», можно найти у них там мебель, для ванн. Правильно ли я вас понял, что с помощью вашего продукта человек, который хочет поставить товар, ну, какую-то новую для себя страну, может нажать на кнопочку и посчитать, во что ему это обойдет. Да, абсолютно. Правильно ли я вас понял, что этот продукт для человека, который все время будет поставлять в эту страну, является одноразовым? То есть я решил поставлять товары в Польшу, с помощью вашего продукта грубо прикинул в утрату, сказал «Угу», поехал в Польшу и больше мне ваш продукт не нужен. Ну, а только больше, в смысле, в этом продукт? Вы не отвечаете на вопрос. То есть если человек, то есть для кого вообще нужен ваш продукт, то есть тогда получается вам нужно придумать какую категорию пользователей, которую на это нужно каждый день? Ну, смотрите, то есть мы планировали заменить, ну, так скажем, как не заменить, а удешевить для предприятия рабочую силу, например, менеджера внешней экономической деятельности. Он этим занимается постоянно, продажами, своими общениями с клиентами, просчетами, организацией. Здесь это можно все сделать, без его участия самостоятельно. То есть, так или иначе, сейчас этим занимаются как раз ежемесячно и каждый день платят вкладу людям. Польшу поставляйте, только ли в Польше, или только там в Терпесе. Не имеет значения. А зачем он не саду? Ну, мы рассчитывали из платежеспособности украинского, украинского предприятия. Молодой человек, а вот транзакция переговоров, на сделку ориентирована только небольшая часть цивилизации, а большая часть она все-таки ориентирована на сложные переговорные процессы, на ссылки, на авторитеты и так далее. Тут ведь чисто цифры, мало кто откликнется, весь восточный мир на это не отреагирует никак. Ну, я вам так хочу сказать. Кроме вас, даже пользуясь этой системой, никто еще не продаст. Вы, если пользуетесь, вы заинтересованы. Соответственно, вы как раз и общаетесь с этими клиентами. Здесь вы только просчитываете и организовываете эти сделки. А ехать на восток и, грубо говоря, уговариваете их, это уже ваша ситуация. Просчитать с востоком это будет очень сложно. Хорошо, крайний вопрос, пожалуйста. Просчитать с восьмом. Просчитать с восьмом. Просчитать с восьмом. Я не хочу просто сопоставлять с вами, но, во-первых, это был отраслевой, может быть, это хорошо, может быть, плохо. У вас, как бы, не это привязли кто-то, но, в частности, как получили гарантию того, что, ну, что-то получилось. Что получится, что, что продадите туда? Ну, что я размещу товары, и там были люди, что-то, что-то, что-то. Ну, мы, во-первых, смотрите, то есть, смотрите, что, если мы говорим, там, о Marketplace, там, all-biz, prom, react, то там пассивная продажа. То есть, вы разместили, туда, там, платный аккаунт себе купили, они, там, лео-трафик, вы смотрят, ну, то есть, клиент смотрят. Здесь активная продажа, здесь его подружают, вы с ними уже сами работаете, понимаете? То есть, вы им уже продаете. То есть, вы, там, бомбите почту, там, предложение, вообще, я только вас не знаю. Да, самый крайний вопрос. Отправка стрококутового ящика Одесса-Шелуха может отличаться в цене раза в 3. Как это случится? Сейчас нам как раз и нужны инвестиции для того, чтобы доработать модуль логистика. Потому что, на самом деле, сейчас его фактически считаем в полуручном режиме. Потому что, действительно, разница от 500, там, по 2000, в общем, может быть, легко. Окей, время вышло. Благодарим. Аплодисменты.